Так, устраиваемся поудобнее. Всё, всем привет! У меня сегодня интересный формат видео, я думаю, что он, наверное, зайдёт хорошо. Я сегодня буду открывать вместе с вами посылку из Sephora. Я ждала её почти месяц в связи с тем, что карантин и очень усиленно работает склад, и мало работников, в общем, у них проблемы, и пришлось ждать целый месяц. Я заказала очень много скинкер, поэтому я сегодня без макияжа. Я буквально недавно вышла из души, только сделала кудряшки, и одела специально эту повязочку, чтобы сразу уже намазывать крема и сыворотки и так далее. И сейчас будем всё это вместе вскрывать, открывать, и я буду говорить сразу, на что я это меняю. В общем, я решила... Сейчас я открываю всё. Я решила перейти на косметику линейки Sephora Collection, то есть сама Sephora делает свою косметику, и хотела вам сказать, что она самая бюджетная из всей косметики, которая предоставлена в этом магазине. Она намного дешевле, чем вся люксовая косметика, и намного дешевле, чем тем, что я пользовалась раньше, так как вот меня сократили, и я на бюджете, домохозяйка, сижу дома, и, в общем, я решила как-то на этом сэкономить. Но я не хочу покупать косметику в Таргете или там в каких-то магазинах других, или в Walmart, или так далее, и тем более Walgreens, CVS, ну, в общем, вот так далее, так далее. И поэтому я приняла такое решение перейти на более бюджетную косметику. В общем, собирали мне много всяких посылочек, флайеров, сэмплов. Сейчас будем все это вместе с вами искать. У-у-у, Guerlain, lower, Guerlain, это Base Tint. То есть это Radiance Concentrate with a Pure Gold Makeup Base. База под макияж с частичками золота. Вот такой маленький мне прислали сэмплик. Тут у меня весь заказ. Дальше мне прислали новый Porefessional от Benefit. Это такая затирка для пор, для больших таких пор на носу и вот здесь, и вот здесь. Она такая для жирной кожи, немножко матирующая. И, ну, на самом деле она такая для меня там какие-то... Там много силиконов, много такого какого-то вазелина, так скажем. И на мне лично этот макияж течет. Но я попробую. Почему нет? Поехали. Что первое мне попалось на глаза? Я заказала вот такой наборчик. Наборчик Sephora. Стоит он 20 долларов. А вся его общая стоимость на 27 долларов. Это Glow Kit. Да, тут цены у меня не указаны в этой. Да, в общем, да, 20 долларов. Здесь умывашка, cleansing toner. Я уже ее покупала, и она мне уже, ну, понравилась. Такие гелевые соплюшечки такие. Вот. Но стоит она 10 долларов. Хорошая умывашка. То есть она мне не испортила кожу. Она хорошо увлажняет. Она уже сразу идет с амино-эйсид. Вот. И что там еще у нас? У нас еще умывашка и такие pads. То есть такие пластинки, которые идут с кислотным отшелушиванием. Сейчас я говорю сразу как-то перекидюсь на русский, на английский. Давайте на английском буду просто читать название, потом переводить. Вот такой мне пришел маленький кремчик. Я его взяла просто на пробу, потому что он был уже в этой коробочке. Это illuminating hydrator, radiance and smoothing. То есть он и увлажняет, и еще придает сияние. Я его сейчас, наверное, нанесу. Хотя, наверное, он будет блестеть на свету. Хотя давайте рискнем, потому что это как бы... Давайте посмотрим, как он смотрится. И еще это glow peel pads. 20 pads. Это такие салфеточки с кислотным отшелушиванием. Вот. Я тоже есть в комплекте, почему бы и нет. Очень классная альтернатива всякому. Доктор Джарльд, если вы знаете, с кислотным отшелушиванием. И вот сама вот такая умывашечка за 10 долларов. Намного лучше, чем весь масс-маркет в всяких аптеках, всяких дешевых, магазинчиках. Дальше я заказала Super All Day Hydrator Hydrate & Glow. То есть я заказала такой крем обычный. Он не illuminator, то есть он не подсвечивает кожу. Он просто обычный, простой увлажняющий крем. 50 миллилитров. Вот такая маленькая планочка пускай будет, потому что у меня все заканчивается. То, чем я пользуюсь сейчас. Сейчас у меня осталось половину в банке Most Advisor обычный от Philosophy. Ну, он такой, просто, ну, никакой, на самом деле. Ну, не портит кожу, и ладно. Конечно, у меня все breakout, все прыщики уже прошли. Остались только пятна, пигментные пятна. И вот такой гель у меня есть. Сразу он идет со сывороткой. Это вот такой картридж со сывороткой внутри. Я уже не помню, что это за сыворотка. По-моему, что-то такое против морщин или увлажняющие. И это просто вот такой легкий гель. Ничего так нормально, но мне потом липко. Мне он не очень нравится. Хотя в такую жару я, наверное, его оставлю. Конечно, его выкидывать не буду. Даже вот мое имя тут есть, мои сердечки. Это мой промоушен. Когда только-только-только вышла вся эта коллекция, нам сразу в Сифоре ее дарили. Оставлю на лето, потому что летом хочется такой очень-очень-очень легкой и тяжелой крема. Я боюсь использовать летом, потому что, ну, мне тяжело. Что я сейчас сразу буду наносить на свое лицо, это буду наносить вот это Ultra Glow Serum. 97% натуральных ингредиентов вся эта коллекция. Не тестируется на животных. И вообще, на самом деле, хочу вам сразу сказать, что Сифора делает всю свою косметику во Франции на тех предприятиях, где делается косметика Диор и Шанел. И Сифора принадлежит огромному-огромному-огромному холдингу L.H. Louis Vuitton. Сейчас выведом. Черт-черт-черт-черт-черт. Ну, в общем, выведом она у вас принадлежит. И я напишу это L.V.H. Ну, в общем, все знают всю эту аббриатуру. Вот такая сыворотка. Сейчас мы ее попробуем открыть. Это, мне кажется, такой самый бюджетный вариант из всех сывороточек, что вообще можно найти на рынке. Вот я сделаю, наверное, только три капелюшечки. Попробую сразу ее нанести. И попробую ее вбить. Я, недостаточно. Это только на мои щеки. Вот так я ее вобью. Ситомином С. Антиоксиданты. И все такое. Просто легкая-легкая-легкая водичка. Сейчас она быстренько у нас впитается. И я буду наносить, наверное, обычно я нанесу на пол лица. Я думаю, что я нанесу обычный крем. Ауч! Капнула. Ауч! Вот. Вот эти пол, половинку лица я нанесу вот этим обычным увлажняющим кремом. Так как я после душа вообще ничего не намесила, сразу получила посылку, сразу решила записать вот такой формат. И вот эту половинку лица я нанесу вот этот крем с Glowing Effect Radiance and Smoothing Illuminate. Попробуем. Сейчас возьму зеркальце. Смотрим, какое тут у нас свечение. Я не вижу особого сильного свечения, на самом деле. Все нормально. О, классно. У меня будет два легких кремчика. Чуть-чуть липко. Чуть-чуть. Посмотрим, как. Дальше. Дальше что я заказала? Дальше я заказала еще также и ночной крем. Ночной крем Firming Sleeping Creme. То есть он будет подтягивать и он будет ночной крем. Вот тоже в такой баночке. Все это очень классно будет сочетаться. Вся эта коллекция будет классно сочетаться на столике. Тут будет 50 миллилитров. Тоже где-то, по моим расчетам, это где-то тоже даже полтора месяца. Потому что у меня сейчас ночного крема нет. Абсолютно. Вот. Нет у меня ничего. Придется так взять его. Ага. Он плотный. Да, он более плотный. Но посмотрим. Я очень надеюсь, что он не будет забивать кожу. Посмотрим на ощущения. Потом обязательно поделюсь с вами. Если кто-то уже пробовал всю эту коллекцию, обязательно скажите, напишите свои комментарии. Да, приятный, неприятный. Нету такого сильного такого ощущения, такой тяжести крема, как бывает у Estee Lauder или как бывает у Lancome. У них есть такие крема для взрослых. Женщины такие. Любят тяжелые-тяжелые, такие зимние-зимние крема. Мне такие просто противопоказанные. Мне сразу будут давать прыщей. Поэтому я люблю такие более гелевые основы, более такие легкие. Дальше, что я заказала дальше? О, боже мой! Что тут? Смотрите, какая большая бутылка! Вот это бутыль! О, вот это вообще класс! Это моя самая любимая косметика Рен, которую, к сожалению, я не могу себе позволить, потому что один крем стоит там 50 и 80 долларов. Сыворотки очень дорогие, поэтому я нашла такую альтернативу за 20 долларов сыворотка вместо 80. И, в общем, это такой тоник с кислотами, который отшелушивает все наши мертвые клетки. и вот на самом деле он обычный, он без помпы. У меня есть поменьше бутыль, это 250 миллилитров, и покупала я ее, покупала я ее, по-моему, я ее покупала год назад. Кстати, я ее покупала еще до переезда сюда, а в этом доме мы живем 10 месяцев. В общем, мне ее хватило на год, и просто берете ватный тампон и нажимаете, и делаете раз, два, три, потом протираете все лицо. Да, немножечко-немножечко щипет, потому что моя кожа очень тонкая, и моя кожа очень-очень чувствительная и капризная, еще и склонная к высыпаниям, и вообще еще и светлая, еще и прозрачная. Так что видно вообще все-все-все веснушки, все-все-все сосудики, все шрамики, просто у меня очень-очень-очень капризная, у меня очень непростая кожа. Но в принципе, я бы не сказала, что она такая супераллергенная, да, но с маслами я осторожненько с травами, со всякими натуральными веществами, все-таки я осторожно к этому отношусь, очень-очень обожаю. Это классное, выгодное приложение, это было, стоило это где-то 47 долларов, а один маленький вот такой 36, то есть 36 долларов, вы покупаете его на год, и вот этого мне хватит просто, я, наверное, его даже и перелью, потому что мне будет очень удобно все-таки продолжать помпой пользоваться, и это будет просто такой стоять, как рефил, просто будет стоять в темном месте. Cruelty Free, и он на 9 месяцев после вскрытия, я думаю, что за 9 месяцев, да, я его использую, пользуюсь, я им буквально где-то 2-3 раза в неделю, стараюсь так, через день и вечером, потому что, если пользоваться им 2 раза в день и каждый день, моя кожа настолько сухая становится, что она шелушится, и в это время она еще reproduce, то есть она еще вырабатывает еще больше подкожного сала, и тогда у меня тональный крем течет, то есть кожа в стрессе, она не понимает вообще, что происходит, она пытается изнутри сама себя увлажнить и сама больше выкидывает подкожного сала, поэтому вот я такую ошибку поняла, но я от него не отказываюсь, все равно он со мной, это мой самый-самый-самый любимый продукт, и по-моему, вы его видели, наверное, уже раза 2 или 3, так что я очень-очень-очень рада, я безумно люблю эту фирму, у меня много сумок от нее, там разных овосик, разные футболки, они очень меня любили, когда я закупалась, я очень любила работать с этими вендорами, с этими маркетологами, и с этими ребятами, которыми давали нам образование, давали нам тренинги, они просто суперские, я их обожала, это великолепные женщины, и вся фишка этой компании заключается в том, что они используют пластик, переработанный, и вообще вся их цель выловить пластик из океана и переработать его, то есть recycle пластик, я за эту идею, я вообще обожаю всю эту миссию, я буду их поддерживать, на сколько хватит моих денег, так что вот, прислали мне еще вот эту известную компанию, как она называется, Quay? Quay? очень любят эти шампуни, очень любят эти кондиционеры, да, тут шампуни-кондиционер, medium hair, посмотрим, посмотрим, но я никогда им не пользуюсь, они мне не дарили, эти подарки для меня как-то дело не доходило, они мне дарили единственный спрей для блеска волос, и они мне дарили, по-моему, еще какой-то dry шампунь, то есть сухой шампунь, сухим шампунем я не люблю пользоваться, абсолютно, потому что я не мою волосы часто, я мою волосы свои кудрявые, сухие, сухие волосы, пористые, я мою где-то раз в пять дней, вообще. Решила себя побаловать, заказала себе Anastasia Beverly Hills Lip Gloss Set, я заказала себе четыре маленьких блеска, и я поняла по всем помадам, по которым я прошлась, потом тоже вам сделаю обзор, я поняла, что у меня нету совершенно нюдовых помад, у меня только красные и только розовые, или какие-то совсем темно-коричневые, которые предполагаются как нюдовые, но для моей свежей, светлой кожи они смотрятся на самом деле как просто темно-темно-коричневые. Вот эти два матовых, один такой более бежевый, более нюдовый, другой как пыльная роза, и два блеска, такой персиковый, и с какими-то золотистыми блестяшками, то есть мне хочется иногда просто сделать более такой тяжелый макияж глаз и не нагружать лицо какой-то темной помадой, там ярко-красный или ярко-розовый, вот так что сейчас помолчи, и я нанесу ее. Такой будет нюдовый блеск, очень приятный запах, такой девчачий, ванильный, очень миленький такой, Нормально. Нормально. Пойдем. На каждый день такой что-то нанести или допустим нанести эту коричневую помаду и высветлить ее как-то поверх, что-то там намешать, смиксовать. Да, я думаю, будет классно. Чуть-чуть теряются губы на самом деле, но на ничем. Посмотрим. Как-нибудь я это обыграю, посмотрим. Я не заказывала нюдовой помадой в принципе никогда, кстати. Посмотрим. Мне, в принципе, мне нравится. Вот они. Так они светятся и так они сверкают. Ну, как у меня ощущения лица? Классные. Ощущения лица классные. Мне удобно, мне ничего не стягивает, мне комфортно, у меня нету жирной пленки, нету ничего. И что я хотела показать, что вот эта сыворотка у меня на донышке Шесейда, стоила она больше 100 долларов, я ее покупала там на свои баллы и так далее. Все, она у меня заканчивается. Для меня это уже теперь роскошь, и я надеюсь, что мне подойдет вот эта сыворотка. Посмотрим, как подружимся, посмотрим, какой будет эффект. И еще я ступила, я не заказала себе тоник, очень мне понравился вот этот синий тоник от Oli Henriksen Dark Spot Toner, чуть-чуть он мне помогает уменьшать мои пигментные пятна. Жалко, что заканчивается, сейчас он out of stack, сейчас его нету в продаже. Жалко, жалко. И еще я решила себя побаловать еще одной помадой, это Sephora Collection, я заказала тоже себе такой нюдовую такую помаду, это Cream Lip Stain, то есть это такая уже более плотная помада, и тоже она такого нюдового цвета. Сейчас я попробую вскрыть. Некоторые цвета у них совершенно ошибочные, конечно, провальные, некоторые цвета нечеток. Я не хотела брать себе огромный, небольшой набор, потому что там какие-то есть темно-малиновые, темно-вишневые, или темно-какие-то сливовые тона. Мне этого не надо, я просто решила себе взять одну такую помадку. О, она вообще нюдовая, она вообще персиковая, персиковая, вот она, вот такая прям оранжевая, оранжевая, персиковая. О, это будет, наверное, интересно. Вот ее, она будет, наверное, как-то ярче на моем лице, и если с персиковыми румянами от Nars, с оргазмом, и более коричневые, такие даже золотистые уже какие-то тени коричневые. О, это будет, наверное, круто, это будет что-то. Так, и еще я себе заказала маленький сет, маленький набор сэмплов от реплики Найзон Марджелла, потому что я увидела там, кстати, они мне прислали не то, вот гады, вот гады вообще, Flower Market, да, а я думала, что в новом, я думала, что в новом наборе будет новый аромат, который вышел буквально недавно, да, есть Whispers in the Library, Flower Market Under Lemon Tree Sailing Day, а, нет, вот он вышел, Sparkling in the Park, да, я же точно посмотрела, я же точно посмотрела, вот так они все выглядят, я очень-очень-очень мечтала попробовать вот этот вот Springtime in the Park весеннее время, там такие какие-то жасмины, цветочки, в общем, это слепой затест на ваших глазах и мои первые эмоции, в общем, ух, ух, какая весна, ой, как классно, ой, это божественно, ой, какая легкость, о, пошли какие-то гиацинты, пошла просыпаться, там какой-то жасминчик, ой, там вообще это прелесть, это прелесть, ну, и Flower Market, там тоже розы и тоже жасминчик, Sailing Day, он более такой водянистый, я уже говорила о нем в прошлых, и еще мне очень понравилось Whispering Library, там очень интересная амбра, мне он показался таким очень-очень-очень даже кожаным и очень теплым, и даже такая ванилька интересная была, я не буду их мешать, я просто хочу побыть вот в этой весне, Springtime я хотела конечно допустим там поехать, вообще могла все эти сэмплы получить абсолютно бесплатно, потому что можно приехать в Sephora и просто попросить три сэмпла в день, и ну не наездишься, на самом деле сейчас все закрыто, и мне просто так не терпелось, так не терпелось его попробовать, поэтому пришлось заказать абсолютно всю коллекцию, конечно, я буду ей пользоваться, она мне абсолютно не помешает, Lazy Sunday Morning он такой очень чистое тело, такой очень пудровый, классный Jazz Club, это более мужская, более мужской такой, мускулинный Beach Walk это тот самый парфюм, который я поняла первый раз в жизни, я поняла, что такое соленая ваниль, такой бриз океанский, от The Barbers там очень много кожи, и By The Fireplace это любимый парфюм моего мужа, потом я тоже сделаю обзор по всем парфюмам моего мужа, Under Lemon Tree это просто просто цитрусы, 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 очень классная свежесть на лето, Flower Market самый женственный классный аромат с жасмином и с розой, Sailing Day там очень много альдегидов, это просто вода, 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 и больше ничего, и вот этот вот Spring Time in the Park милота, просто милота, ох, классно как, наверное я потом даже куплю себе и маленький Travel Spray, ох, ох, я так рада, я так рада, очень рекомендую вам попробовать вот такие вот Discover Set, то есть вы можете в таких маленьких пробирках, таких пробниках вы можете попробовать абсолютно всю линейку этой компании, той или иной, их очень много в Sephora разных, посмотреть, пожалуйста, так что, ну, в общем-то и все, посмотрим, как лицо мое, что там блестит, не блестит, нет, одинаково, вся половинка одинаковая, ничего там, не glowing, я просто думала, что он вообще там с светоотражающими частицами, и с такими там прям, будут мне сверкать что-то и придавать жирный блеск лицу, нет, все нормально, все хорошо, да, очень хорошо увлажняет меня и неприятно, правда, блеск какой-то плешилый, я говорю, и блеск начал какими-то пролешенными, хотя, в принципе, да, но на ощупь оно очень-очень приятное, никогда у меня не было этих блесков, анастейджи Пермилл Хиллс просто не доходили руки, и рада, что заказала вот такой персиковый нюд, и он на самом деле стойкий, он не стирается, вот так проводишь, и он будет очень стойкий аромат, о, в смысле, стойкая помада, вот такой вот получился обзор, вот такой получился новый формат, вот такая я домашняя, и не накрашенная, и принимаю в себя такой, и абсолютно не боюсь, не стесняюсь показаться на камеру без макияжа, пишите свои комментарии, что вы хотите попробовать, и что вы уже пробовали, что вам нравится, и что нет, я пошла разбирать весь этот кавардак, и я пошла разбирать все свои покупочки, и выкладывать на свои полочки, всем пока, пишите комментарии, ставьте лайки, ну, и дизлайки, как всегда, все, давайте, пока, 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 вот, я решила вам показать эти блески, эти свочи, вот, такие они, какие-то, коралловые, бежевые, нюдовые, они еще, солнышко еще поймать, солнышко, солнышко, выйти, пожалуйста, солнышко, вот, такие они на солнце, вот, так они фокусируются, ну, просто два прозрачных, два более нюдовых, и вот эта помада, стейн, которая последняя, пятая, это сифора, стейн, лип, липглосс, вот, я поняла, что просто у меня нету, блесков, абсолютно, и нету блесков, для такого быстрого, легкого макияжа, такой, мейкап тюго, я решила, вот, так вот, заказать, думаю, что, как-то я их обыграю, такие коралловые, летние, будут классно, так что, вот такие дела, спасибо вам за отзывы, и все ссылки, конечно, я внизу оставлю, все, давайте, пока-пока, вы пошли гулять. спасибо вам за отзывы, Продолжение следует...